Здравствуйте! В эфире программа «Город. Действующие лица». Меня зовут Алексей Шлепов. Ну вот, наконец-то наступило лето. Лето – это период отпусков. И даже, ну, стандартные, обычные двухдневные выходные, как правило, для многих из нас превращаются в поездку на море. Именно об отдыхе мы сегодня и будем говорить. Гость нашей сегодняшней программы – министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Евгений Куделя. Здравствуйте, Евгений Владимирович. Начался уже, я так понимаю, смело можно говорить, даже несмотря на ту погоду, которая была в первых числах июня, начался курортный сезон в Краснодарском крае. Насколько вы довольны или недовольны? Сейчас погоду не берем, вот, первым летним месяцем. Ну, о довольности и недовольности тут говорить преждевременно. Вместе с тем могу точно сказать, что действительно сезон начался, начался очень активно. Несмотря на погоду, люди поехали, потому что они купили путевки. Более того, за дождем тут же дождь сменяется солнцем, и очень многие граждане уже очень загоревшие, даже часть уже уехали домой радостные. Поэтому сезон начался хорошо, идет, и людей едет, конечно, больше, чем по сравнению с прошлым годом. За вот пять месяцев больше двух с половиной миллионов отдыхающих уже побывало на наших курортах. А два с половиной миллиона, мы говорим, вот то, что вы сказали, если сравнивать с прошлым годом, это сопоставимые? Да, где-то процентов на 5-6 больше. В различных источниках, в том числе в центральной прессе, я слышал разные цифры, там от 75, где-то до 95 процентов выкупленных, организованных мест размещения различными организациями, в том числе и турфирмами по Краснодарскому краю. Какая цифра ближе к действительности? 70, 90? Да нет, ближе к 100 процентам, если мы говорим о номерном фонде, который подходит для работы с туроператорами. Я не говорю о частном секторе, потому что большая часть частного сектора не подходит ни под какие нормы для работы именно тех, кто по путевкам приезжает. Вместе с тем, весь номерной фонд, который можно было выкупить в прошлом году, уже выкуплен. Эта цифра стремится к 100 процентам, но у нас еще больше, ну не больше, около половины номерного фонда, это частный сектор. Там, конечно, есть резерв. Лидеры по традиции Сочи-Геленджик или другие курортные места, другие курортные зоны, такие, как, я не знаю, то же самое Горячий Ключ, Азовское побережье тоже подтягиваются? Ну, Горячий Ключ еще нельзя сравнивать, это особый отдельный курорт. Если мы говорим о загрузке, то у всех сейчас все на хорошем уровне, идут с хорошей динамикой, а Горячий Ключ это традиционный курорт бальнеологический, и в нем загрузка в целом в среднем погоду выше даже, чем в Сочи. Поэтому Горячий Ключ загружается очень хорошо, и я рад, что там сейчас ремонтируется номерной фонд, то есть какие-то старые объекты берутся, создаются новые, потому что у меня есть ряд знакомых, которые в январе, феврале традиционно ездят, и то я не могу им выбить места, потому что все занято, реально, за деньги, а не бесплатно. А деньги, вот вы сами произнесли это слово, а на кого, если мы берем Черноморское сейчас побережье, на какого туриста, на какого отдыхающего, с каким достатком рассчитаны курорты Краснодарского края? Мы опять же сейчас не берем частный сектор, давайте возьмем то, что вот есть номерной фонд. Ну, уверенно, можно сказать, что на курортах на любой вкус, на любую цену отдых есть, даже в Сочи есть и на неприхотливых отдыхающих, и на отдыхающих с низким уровнем дохода тоже есть, причем в хороших местах практически около первой линии. Есть, конечно, и шикарные места размещения, 5 звезд, если это было возможно, наверное, и выше по системе классификации, поэтому те, кто заранее свой отдых планирует, они всегда попадают туда, куда им нужно попасть. Те, кто в последние моменты на Абум едет, там возникают сложности, потому что очень сейчас сложно добыть пустые места. Да, 5 звезд. Вот эта классификация, мы с вами не первый раз встречаемся в этой студии, мы с вами говорили о том, что сейчас идет большая работа, да, она проводилась большая работа в Сочи перед Олимпиадой, может быть, крупные города тоже в этом участвовали. Сейчас сместились несколько акцента, и тем не менее, вот эта вот классификация присвоения звезд и так далее, в какой стадии находится, насколько мы там в полном объеме охватываем побережье? С 1 июля Роспотребнадзор будет предпринимать действия, и мы в том числе инициировать их будем по приостановке деятельности тех средств размещения, которые не прошли классификацию. То есть попросту те, кто звезды не получил, будут приостанавливаться решениями суда, пока не проклассифицируются, приостанавливается их деятельность. По графику, который утвержден и согласован Министерством культуры Российской Федерации, Краснодарский край должен проклассифицировать 2700 средств размещения. Но в тот период, когда мы проводили классификацию, мы выявили еще около тысячи новых средств размещения, либо построенные, либо они там скрывались где-то подпольно, сейчас легализовались. То есть мы тысячу еще, мягко говоря, наскребли. И я думаю, что это не предел, работа проводится в постоянном режиме. Вы сами сказали, если вдруг сейчас кто-то за какие-то нарушения не пройдет классификацию и так далее, а то эти места размещения будут закрыты, не пострадают ли от этого отдыхающие, не пострадают ли от этого туристы? В том отношении, они уже купили, они уже вроде заранее забронировали, а тут пришел Роспотребнадзор, закрыл, куда их? Ну, туристам, прежде чем покупать, надо зайти на сайт либо Министерства культуры, либо курортов Краснодарского края, посмотреть, а есть ли в списке перечни проклассифицированных объектов эта гостиница. То есть, чтобы себя минимальному риску подвергать, быть кинутым в кавычках, то есть в первую очередь зайдите на сайт, проверьте, что это за гостиница. Но, хочу сказать, такие сайты, как, например, Booking.com, там никто не проверяет категорию, вы можете сами написать 5 звезд, 8 звезд, 10 звезд, и никто проверять не будет. Поэтому доверять надо только официальным сайтам, либо Министерства культуры Российской Федерации, либо сайт официальных курортов Краснодарского края. Когда была Олимпиада, мы радовали, что к нам приезжают иностранцы, это совершенно понятно, да, приезжали болельщики, болели за спортсменов и так далее. Сейчас иностранцы к нам приезжают или нет, посмотреть на тот же Сочи, или они для себя открывают какие-то новые курорты в Краснодарском крае. И вот это соотношение внутреннего туризма и тех, кто приезжают из-за границы, насколько они сопоставимы? Ну, если раньше иностранцы ехали посмотреть Олимпиаду, Олимпийские объекты, деловой туризм, скажем так, если можно назвать, очень развит, то на сегодняшний день из-за того, что курс рубля ослаб по отношению к другим валютам, им стало очень выгодно ездить сюда. И мы ожидаем увеличения потока иностранных отдыхающих. Кроме того, к нам поехали отдыхающие из Ирана. Буквально 13-го числа первый чартер впервые из Казахстана приземлился. Китайцы же, вот я знаю, регулярное сообщение. Ну, китайцы организуют регулярное сообщение, но, скажем так, из бывших советских республик, Беларусь, Казахстан полетели отдыхающие. Кроме того, Азербайджан очень интересуется нашими курортами. Там традиционно до сих пор осталась хорошая культура, которую нам надо прививать. Именно оздоравливаться в санаториях один-два раза в год люди, которые работают, они стараются себя подлечить, оздоровить. И это правильно. Тогда, вы говорили, поток туристов увеличивается, в том числе иностранных. Вы сказали, что за последнее время новую тысячу мест размещения мы еще обнаружили. А успевает ли инфраструктура те же самые общепит, какие-то места развлечений, что-то еще за возрастающим потоком туристов? Ну, про общепит, я думаю, беспокоиться не надо. Их иногда приходится сдерживать. Все готовы поставить точки питания, продажи, торговли, причем достаточно красивые, достойные. И сейчас большая работа по поручению губернатора проводится именно по приведению в соответствующий внешний облик объектов придорожного сервиса. То есть, каждым годом ситуация все лучше, лучше и лучше. Вот что касается самих средств размещения, их могло бы быть больше, но, к сожалению, действительно не хватает инженерных сетей. И вот в рамках федеральной целевой программы по развитию внутреннего въездного туризма Краснодарский край получает хоть и небольшие средства, но регулярно их получает. Строятся новые объекты инженерных сетей, в том числе и новые пляжи. Ну, опять же, то, что касается развлечения, то, что касается экскурсий, то, что касается занятости, с этим хватает или здесь тоже надо работать? Кадры вы имеете в виду? Ну, не столько кадры, сколько, я не знаю, но вот куда поехать на экскурсию, куда вечером сходить, театры? Сходить есть чего и куда. У нас очень много объектов турпоказа. У нас появились в этом году, мы выявили объекты сельского туризма, очень, кстати, интересные. И самое главное, там нет никакой химии. Можно натуральные продукты кубанские попробовать, рекомендую нашим отдыхающим поездить. И не обязательно это должен быть там какой-то черноморский курорт. Давайте поедьте в степную зону, посмотрите, как там душевно, типхо, спокойно, нету вот этой суеты. Может быть, рекламы не очень много, или мы достаточно активно себя рекламируем? Ну, те, кто на местах местные, они все знают эти места. Конечно, чем дальше от центра, тем меньше информации. Но мы стараемся продвигать, и депутаты ЗАГС Собрания очень активно подключились, и председатель парламента Кубанского достаточно достойно и напористо продвигает. И мы помогаем, и введем прям пользу от этого именно для развития села, и для того, чтобы создавались новые рабочие места. То есть люди перестают, молодежь уезжать в города, у них есть работа, есть зарплата. О молодежи, если позволите, мы поговорим чуточку позже. Сейчас мы заговорили о рекламе. Есть у нас еще в программе блок рекламный, который нужно посмотреть. Потом мы продолжим разговор. Реклама на нашем канале. Мы продолжаем. Мы говорим сегодня о отдыхе, мы сегодня говорим о туризме. Евгений Владимирович, если вот так прозвучала эта фраза, кадры и молодежь, насколько сейчас у нас хватает квалифицированных специалистов? Опять же, да, когда было Сочи, когда была Олимпиада, там со всей страны и волонтеры, и специалисты. Сейчас часть их уехала, местные кадры идут ли в эту отрасль, хватает ли нам тех учебных заведений по подготовке специалистов, которые есть сейчас? Учебных заведений хватает, они работают на хорошем уровне. Кадров, скажем так, у нас есть поговорка «каждый суслик агроном». У нас каждый считает, что он квалифицированный кадр, он все знает и все умеет. Но на поверку, когда видишь человека в деле, выясняется, что человек далеко не квалифицированный. Соответственно, нам больше в законодательстве надо менять, немножко гаечки подкручивать, чтобы все-таки квалификационные требования где-то были очерчены. Так, в системе классификации, когда звезда присваивается, там есть раздел, который говорит, что люди должны быть обучены. Но зачастую на сегодняшний день не написано, где он должен обучиться. Мы можем с вами тут в студии организовать курсы прямо, выдавать сертификаты. Мы стараемся и инициируем этот вопрос в Минкульте Российской Федерации. Все-таки я сторонник того, чтобы люди обучались, повышали квалификации именно в академических учебных заведениях. Специализированные учебные заведения. Печь пироги, пирожник должен, сапоги точать сапожник. Тут не надо выдумывать ничего. И меньше всего нареканий к тем, кто окончил именно вузы или курсы повышения квалификации, именно те стандартные академические заведения. В Сочи мы, ну, естественно, вполне, да, мы упоминаем его, когда говорим об отдыхе, когда говорим о туризме. Да, курорт всесезонный. И мы помним, мы с вами говорили о том, как зимой в Сочи на тех же «Ласточках» и по-другому добирались горнолыжный кластер, он там был заполнен. А сейчас что там происходит? Снега-то нету. Они простаивают или просто сдают номера, чтобы оттуда ездить на пляж и обратно. Или там кипит жизнь? Нагрузка там, конечно, поменьше, чем в новогодние праздники. Но я был буквально несколько дней там назад. Они закрывают вот эту брешь с событийными мероприятиями. Так на прошлой неделе проходил банный фестиваль. Владельцы горнолыжных комплексов постоянно устраивают какие-то акции. Там же есть пляж, где можно позагорать. Кроме того, у некоторых курортов горнолыжных комплексов, вернее, есть свои пляжи на Черноморском побережье. Они автобусами возят туда всех желающих. Поэтому там комфортно отдыхать. Воздух чистый, свежий, суеты меньше, чем на побережье. И в то же время качество обслуживания очень высокое. А те же канатки, они там работают? Все работают. Да, на канатках там ажиотаж. Все те, кто приезжает на море покупаться, им, конечно, хочется поехать и посмотреть, а что же наверху. Поэтому каждый уважающий себя, отдыхающий, считает, необходимо приехать в Красную Поляну, подняться и посмотреть. Деловой туризм – это, мне кажется, отдельная тема для Краснодарского края. Прежде чем я буду задавать вам вопросы на эту тему, давайте посмотрим сюжет, который подготовили наши корреспонденты. Прошу. Краснодар – одна из самых привлекательных площадок для бизнеса, считают делегаты Первого Южно-Российского форума делового и событийного туризма. Среди 175 участников – отельеры и поставщики гостиничных услуг со всего ЮФО. В рамках форума провели образовательные сессии, посвященные развитию делового туризма. Это одна из важнейших отраслей в Краевом центре. Только за прошлый год с деловыми поездками наш город посетило более миллиона человек. Цель организаторов форума – развивать деловой туризм на юге страны, в том числе на Кубани. Ни для кого не секрет, что край сегодня лидер по внутреннему туризму в Российской Федерации. То есть, то, о чем говорил мой коллега из Москвы, это порядка 50 миллионов внутреннего туризма. Вот из этих 50 миллионов 40% принимает как раз Краснодарский край. Сейчас в Краснодаре формируют систему единого информирования туристов. Процесс курирует городская администрация. Запуск запланирован на июль. Эта система объединит работу всех предпринимателей, сделает ее прозрачной, а также предоставит пользователям всю необходимую информацию. Любые инициативы, касающиеся развития туристской деятельности, тем более в регионе, и тем более в основном туристском регионе, которым является Краснодарский край, поддерживаются и Российским союзом туризма, и индустрии, потому что у нас около трех тысяч участников союза. Отмечу, что в Краснодаре сосредоточены филиалы и офисы ведущих российских и иностранных компаний. Действует 238 отелей. В целом у краевого центра репутация одного из лидеров по работе с иностранными бизнесменами. Более 400 фирм имеют в обороте зарубежный капитал. По итогам прошлого года 95% от всего турпотока в Краснодаре пришлось на бизнес-туристов. Сразу два вопроса. Первый. Бизнес-туризм. Мы можем рассматривать как существенную составную часть туристического потока в Краснодарский край, вообще и в Краснодар в частности, или это такая новая точка роста, если мы ее будем развивать, то это будет существенный прирост туристов? Ну, скажем так, можно назвать бизнес-туризм, деловой туризм. Всемирная туристская организация считает бизнес-туристов. Мы раньше никогда их не считали. Сейчас стали тоже считать, цифры выросли очень хорошо. Но тут нужно понимать, что эффект от этого. Безусловно, что бизнес-турист, что обычный отдыхающий, он оставляет деньги на территории. Питание, проживание, все равно развлечения. Экскурсии. Да, поэтому мы за то, чтобы люди приезжали на нашу территорию и оставляли здесь денежки, это новые рабочие места. И наша задача, чтобы они не только, конечно, в Краснодар приезжали по делам, они приезжали и в другие муниципальные образования Краснодарского края. Там есть что посмотреть, там такие красоты, интересные места, что есть что рассказать и своим друзьям и пригласить. Как вы оцениваете возможности роста туристической активности с открытием туристко-информационного центра? Уже 1 июля колл-центр, насколько я знаю, начнет работать. Позволит ли это оказывать услуги в области туризма здесь на территории муниципалитета на более высоком уровне? Конечно, нужно было еще раньше открыть туристко-информационный центр. Дело в том, что одна из проблем – это абсолютно незнание людьми, что здесь. Вот в Краснодарском крае, кроме Сочи, больше ничего не знают. Нет, еще Геленджико-Анапа. Нет, не все, к сожалению. Это, может, для нас, мы понимаем, что это отличный курорт, а в России мало знают эти курорты. Поэтому то же самое Краснодар. Открыли, люди звонят, надо продвигать, надо целенаправленно системой работать. Если системная работа ведется 3-5 лет, и совершенно другая картина. Это же не за один день вот так щелчком пальцев делается. Поэтому я думаю, что это решение правильное. Обязательно надо работать системно. И не ожидать, что вот прям завтра уже все побежали. Системно, методично нарабатывать клиентуру. Как правило, клиенты нарабатываются 2-3 года, не меньше. А зато потом уже этот туристко-информационный центр и все, кто поддержит, они уже будут видеть эффект. Люди поедут. Ну тогда, пока далеко мы от Краснодара не отошли, получается, что вот те правила, о которых мы говорили, классификация гостиниц, там подбор персонала, да, мы говорили с вами в контексте, в большей степени, наверное, Черноморского побережья. То есть это все должно переноситься и в Краснодар, и здесь должны быть такие же точно правила игры. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, они едины на всей территории Российской Федерации. Я, конечно, хотел бы обратиться к нашим гостиничникам, не забывать, что в прошлом году внесены изменения в эти правила. И если человек заезжает после 12 ночи, а выезжает до расчетного часа, с него плата взимается только за половину суток. А то они часто обманывают людей и стараются содрать как можно побольше. Это неправильно, за это будут наказаны. Ну и если мы говорим, да, с Черноморским побережьем все понятно. Приехал, пляж, загораешь, кафе, гостиничный номер, ну это вот если совсем просто. В Краснодаре должна быть тогда развитая инфраструктура, какие-то экскурсии, музеи, те же самые театры и так далее. С театрами, с музеями, мне кажется, все в порядке. Разбивается ли вот эта экскурсионная составляющая? И кто на данный момент основной, на ваш взгляд, потребитель вот этой услуги? Традиционно в Краснодар на выходные дни стремятся люди из муниципалитетов, из наших. То есть там есть целые турагентские компании, которые живут исключительно за счет этого. То есть жители там различных муниципалитетов на выходные, они ездят приобщаться к культурной составляющей, пройтись по магазинам, сходить на экскурсию. Очень популярно возить школьников из муниципалитетов по Краснодару. Краснодар достойный, благоустроенный город. Да, есть к чему стремиться, совершенствоваться, но в Краснодаре действительно красиво. И многие приезжают, особенно в центральную часть, от Марафетеля, слава богу, да и поедет на периферию, там тоже достаточно красиво. Новые дороги строятся, озеленение, чего не было, скажем, если там 10-15 лет назад, такого не было. Краснодар все-таки цветет. Поэтому и людям это нравится. То есть историческое наследие, да, те же самые там памятные исторические места. Ну и самый главный, лакмусовая главная бумажка, это когда свадьбы начинают где-то на каком-то фоне приезжать, фотографироваться, это значит все в порядке, все нормально, это объекты достойные. Ну и еще один момент, на ваш взгляд, насколько мы сейчас активно рекламируем себя, участие в различных форумах, может быть в каких-то бизнес-проектах, может быть это что-то связано с интернетом, я почему спрашиваю, потому что, ну все и так в стране знают, что есть Краснодарский край, да, вот здесь было сказано, 40% внутреннего туризма приходится на край, может уже и рекламироваться-то не стоит, или все-таки мы это делаем, и мы открываем какие-то новые горизонты? Обязательно надо продвигаться, обязательно надо рекламироваться, я уже сказал, люди мало знают о Краснодарском крае, особенно из пределок края, да, это раз. Второе, нам необходимо передвинуть потоки на межсезонье, потому что в сезон мы больше, ну не можем мы принять больше, как мы ни стараемся, к сожалению, если начнем больше принимать, это уже будет ухудшение качества, мы же людей, как скот, не можем где-то загонять там. По 10 человек. Да, хотя есть желающие и так отдыхать, лишь бы отдохнуть, но это неправильно, поэтому, конечно, мы рекомендуем ехать в межсезонье, во-первых, дешевле транспорт, дешевле размещение, да, нету моря, но есть бассейны с морской водой подогреваемые, почему туда не съездить? Ну, опять же, вы говорили, есть сельский туризм, да, есть другие территории, тот же горячий ключ, когда можно получить... Да, оздоровление. ...достаточно много всего. Спасибо большое, Евгений Владимирович, что пришли и ответили на наш вопрос. Уважаемые телезрители, мы сегодня говорили об отдыхе, мы сегодня говорили о туризме, мы сегодня говорили об отпусках. Я для себя лично пришел к выводу, что если хочешь хорошо и качественно отдохнуть, а, получи как можно больше информации, б, заранее планируй свой отдых, потому что так будет дешевле и комфортнее. Гостем нашей сегодняшней программы был министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, Евгений Узеля. Еще раз большое спасибо. На сегодня это все. Если у вас еще не было отпуска, знаете, он водит впереди, и не грустите, скоро этот период настанет, и мы тогда отдохнем и с новыми силами вернемся на работу. Увидимся в следующий раз. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова